МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Самарцы проводили домой детей из Иркутска, отдыхавших в местных лагерях. Путешествие в поезде будет комфортным. Для школьников подготовили комфортабельные вагоны и отдельный вагон-ресторан. Глава Самары Елена Лапушкина проинспектировала дворы Кировского района. Здесь ремонтируют пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, устанавливают освещение и малые архитектурные формы. Более 600 пострадавших в Самаре завершилось пятилетнее следствие по делу о мошенниках, обманувших дольщиков Волга-групп. Они приводят в порядок улицы города, помогают библиотекарям и воспитателям детского сада. С начала лета в Самаре успели поработать 7,5 тысяч подростков. Правильное дыхание, путь к долголетию. В Самарском районе по утрам проходят занятия по дыхательной гимнастике. Отдых по всем канонам гостеприимства. Дети, которые отдыхали в лагерях Самарской области, после паводка в Иркутске уезжают обратно. Наш корреспондент Анатолий Головков выслушал эмоции ребят и проводил их домой из железнодорожного вокзала. Маленький поселок, в котором живет 14-летняя Света, попал в зону подтопления. В Самару девочка приехала, чтобы прийти в себя от шока. Признается, здесь ее встретили как родную. Особенно запомнился поход в спа-салон и экскурсия по технопарку. Все очень хорошо, все понравилось. Это вообще было незабываемо. Факт, это запомнило всю жизнь. Было очень приятно, что был такой теплый прием. Вообще, нас прям приняли, мы хорошо нас накормили. За развлекательную программу отвечали вожатые. Они подготовили для ребят квесты, музыкальные концерты, театральные постановки. Евгений Крайнов отвечал за 14-й отряд. На вокзале молодой человек растворился в объятиях новых друзей. Дети были заняты практически все время. То есть от каких-то общелагерных мероприятий до элементарно каких-то отрядных мероприятий, которые проводили мы вожатые. Стоит отдать должное и педагогам из Иркутской области, которые помогали детям отвлечься от проблем. Они подготовили подарок и для главы региона Дмитрия Азарова. Создали фотоальбом с памятными фотографиями. На снимках запечатлены самые яркие моменты отдыха ребятишек. Мы очень благодарны администрации лагеря. Мы очень благодарны администрации Самарской области. Вот этот вот альбом, фотоотчет о наших проведенных днях в таком замечательном месте. Долгие объятия и теплые прощения. Дети из Иркутской области возвращаются домой отдохнувшими. Для них подготовили два пассажирских вагона и вагон-ресторан с четырехразовым питанием. Напомним, что дети из Иркутской области находились в 63-м регионе около трех недель. Теперь они возвращаются домой, где их ждут родные и близкие. Уже через месяц они снова сядут за школьные парты. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Льготная ипотека и национальные строительные проекты. На архитектурном фестивале глава области Дмитрий Азаров обсудил ключевые вопросы отрасли с застройщиками. За беседой и праздником наблюдал наш корреспондент. Живо и шумно в Самаре прошел архитектурный фестиваль. Его приурочили ко дню строителя. Программа была насыщенной. Для самарцев проводили бесплатные архитектурные консультации. Для детей организовали площадку, где те могли собрать настоящих роботов. Все желающие могли посетить мастер-класс, где нужно было нарисовать картину. Все эти работы затем передадут в лечебные учреждения города. Чтобы порадовать детей, они будут украшены в детском центре висеть. И, естественно, будет настроение сдавать. Мы слышали поздравления губернатора. Порадовались за тех людей, которых наградили. Вообще за горы, что такое прекрасное торжество у нас проходит для всех людей. Очень много знакомых людей. И очень понравилась атмосфера. Понравилось то, что 7 площадок представлено. Понравилось то, что детские площадки были хорошо организованы. Ну и очень понравилась площадка, где картины рисуются. На территории фестиваля организаторы представили две выставки. Одна посвящена строительной и архитектурной истории города. На второй – ключевые здания области. Те, что уже построены, и те, что будут построены. Это как достижение исторически непосредственно нашего института, так и достижение региона в плане проектирования. Это в настоящее время отражается в национальных проектах, которые есть задача реализовывать в Российской Федерации. В том числе, благодаря наш институту участвует в части из проектов в рамках этой большой государственной программы. Достаточно сейчас популярная стройка. Очень знаковая для Самары с точки зрения будущей отдачи – это 6-й Конституционный суд. Фестиваль посетили и первые лица области. Губернатор Дмитрий Азаров обсудил со строителями то, как будет развиваться отрасль в ближайшие годы. Ожидается, что спрос на жилье будут стимулировать льготная ипотека, федеральный проект индивидуально-жилищного строительства и другие программы. Также глава региона предложил в сентябре организовать вместе с застройщиками совещание. На нем обсудят проблемы, связанные с генпланом Самары. Национальные проекты в их новом перерождении – это важная, серьезная задача. До 2024 года мы с вами должны выйти на установленную федеральную планку 2,7 млн метров жилья. Беспрецедентные задачи по расселению аварийного жилья. С текущих 4,6 тысяч в 2019 году фактически мы с вами выйдем до 100 тысяч в год квадратных метров в 2024 году. Это серьезнейшие задачи по строительству социальных объектов. Эти все задачи без вашего внимания невозможны. Та работа, которая сегодня ведется на федеральном уровне по подготовке программы модернизации инфраструктуры, мы передали уже данные по инженерным сетям, срок износа которых выше 60%. Мы рассчитываем, что при помощи в том числе из федерального бюджета, стимулах, которые там будут предоставляться, мы сможем не просто делать замену, допустим, инженерных сетей с высоким износом, но, естественно, сразу расширять возможность увеличивать мощности, что будет также создавать возможность для строительства, нового строительства. Также глава области наградил заслуженных строителей. Организаторы говорят, фестиваль удался. Так что вполне возможно, такой же праздник пройдет и в следующем году. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Глава Самары Елена Лапушкина проинспектировала дворы Кировского района. Здесь ремонтируют пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, устанавливают освещение и малые архитектурные формы. Когда горожане смогут отдыхать с комфортом, расскажет наш корреспондент Анатолий Главко. Строгие и консервативные, уютные и удобные. У каждого двора в Кировском районе Самары будет свой неповторимый облик. Это стало возможно благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Вскоре площадки на Ташкентской, Старозагоре, Победе и Советской преобразят до неузнаваемости. Маленькие спортсмены будут играть в футбол рядом с домом, а мамы и бабушки смогут спокойно отдыхать на новых скамейках и проводить досугу театральной сцены. Винтажную ретро-сцену на Советской обновят к началу осени. Уже совсем скоро здесь зазвучат звонкие голоса артистов и музыкальные инструменты. Жители Кировского района – настоящие патриоты своих дворов. Нина Александровна принимала самое активное участие при составлении дизайн-проекта «Благоустройство». Она уверена, что рабочие справятся с поставленной задачей на отлично и превратят площадку на Советской в уютную зону отдыха. Все то, что новое нам привезут, все будет на мягком покрытии. Все игровые, все эти зоны. Но будет очень красиво, надеемся, все будет хорошо. Глава Самары Елена Лапушкина пообщалась с местными жителями, которые с нетерпением ждут окончания ремонта. Мэр отметила, что дворы должны быть удобными для людей всех возрастов. Люди пожилого возраста отдыхают, детишки гуляют. А для пожилых людей не придумано никакой площадки? Вот они только на скамейках. А здесь скамейки будут? Места для скамейок у нас здесь тоже на площадке предусмотрены. Карманы как раз, да. Они будут дополнительно здесь установлены. Самое пристальное внимание уделяют пешеходным дорожкам. Их выравнивают при помощи тяжелой техники. Стоит отметить, что самарцы сами выбирают, как будет выглядеть двор. Для этого они объединяются в инициативные группы. Один из них – Вячеслав Колесников. Он пользуется особым авторитетом у своих соседей. Будут новые малоархитектурные формы сооружений в виде детских горок, качелек, балансиров. Будет новая спортивно-футбольная площадка с резиновым покрытием. Напомним, что подрядчик должен обновить все объекты до начала осени. Рабочим предстоит отремонтировать проезды, спилить аварийные деревья и навести идеальную чистоту на Ташкентской, Советской, Металлистов, Старозагоре и проспекте Карла Маркса. Работы нужно выполнить качественно и в срок. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Люди, обманувшие дольщиков «Волга Групп», могут провести за решеткой 22 года. В списке пострадавших 624 человека. Бывшие руководители фирмы «Самара Горстрой» и аффилированные «Волга Групп» обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Прокуратура запросила Евгению Абургосякину и Константину Зиневичу по 8 лет колонии общего режима. А Владимиру Зотову 6 лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского районного суда. Также представитель надзорного ведомства посчитал доказанную вину фигурантов дела. Как говорится в материалах суда, бизнесменам вменяют мошенничество, от которого пострадали 624 дольщика. Следователи установили, что потерпевшие приносили свои деньги в группу компаний «Волга Групп» и передавали их на строительство жилого комплекса «Манблан», «Альбатрос», «Молодежный», а также коттеджного поселка Дубрава. Однако клиенты не получили жилья и в 2010 году по этим фактам возбудили уголовное дело. Следствие продолжалось почти 5 лет. Только в июне 2015 года дело было направлено в суд. Но его рассмотрение служителями Фемиды застопорилось на 4 года из-за задержки в проведении судебной бухгалтерской финансово-экономической экспертизы. Хозяйство Самарской области переводится на особый режим в связи с африканской чумой свиней. Ее зафиксировали в соседнем регионе. В конце июля в Ульяновской области от этой заразы погибли полтора десятка животных. В ряде районов объявлен карантин. В Самарской области случаев заболевания не выявлено. Тем не менее, по сообщениям регионального Минсельхоза, фермерские и личные пособные хозяйства Сызранского и Шигонского районов переведены на особый режим. Проводится выявление неучтенного поголовья. Проверяются стихийные рынки и ярмарки. Продукция без сопроводительных документов изымается. Установлен контроль за транспортировкой мяса. Помощь ветеринарам оказывают сотрудники госавтоинспекции и Россельхознадзора. А теперь коротко о других темах дня. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Самарской области, причастных к организации канала поставки на территорию Самарской области наркотиков в крупных размерах. В ходе спецоперации у них было обнаружено и изъято свыше 610 граммов героина. Установлено, что наркотики задержанные приобрели в гараже под Тольятти в тайнике с целью последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Выясняются все обстоятельства преступления. Водитель фуры стал заложником аварии. У машины на полном ходу отлетело колесо. ДТП произошло в Волжском районе. Опрокинулся грузовик, который перевозил щебень. Водитель не справился с управлением и протаранил дорожное ограждение. От удара фуру опрокинуло на проезжую часть. Мужчину зажало в кабине. На место происшествия выехали спасатели. С помощью гидроинструмента водителя извлекли из поврежденной кабины и передали врачам скорой помощи. 239 случаев заболевания геморрагической лихорадкой зафиксировано с начала года в Самарской области. Около 80% заражений пришлось на июнь и июль, что связано с ростом активизации природных очагов инфекции. Возбудитель болезни – вирус, основным носителем которого является рыжая полевка – самый многочисленный грызун. Его длина достигает 10 сантиметров, а распознать его можно по спине, окрашенной в красно-коричневый цвет. Чем выше численность мышей, тем активнее передается вирус от зверька к зверьку. Рыбак Антон Мальцев снял на видео андатру. Мужчина снимал обучающее видео по ловле карася на поплавок, когда увидел приближавшееся к нему животное. Андатра не испытывала никакого страха перед человеком. Она охотно подплыла к рыболову. Судя по всему, рыбак остановился ловить карася рядом с местом кормежки и обитания животного. Позже выяснил, что местные рыбаки давно заметили, что в водоеме живет андатра и оставляли ей прикормку. Поэтому людей она бояться перестала. Выходные в Самарской области будут теплыми. По данным синоптиков, уже в пятницу 9 августа следует ожидать потепления. Если ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 13 и 18 градусов, то днем воздух местами прогреется до 30 градусов. При этом будет дуть юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Возможно, кратковременный дождь и гроза. В субботу, 10 августа, синоптики тоже прогнозируют неоднозначную погоду. Ночью будет дождь, гроза и сильный ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше отметки в 18 градусов, но днем он прогреется до 26 градусов. В регионе сохранится ветреная и дождливая погода. Более 550 миллионов рублей получит бюджет города из вышестоящих бюджетов. Соответствующие поправки в главный финансовый документ внесли депутаты городской думы. Большую часть средств, почти 320 миллионов, направят на исполнение переданных госполномочий по регулированию тарифов на перевозке пассажиров. Также часть средств пройдет на строительство нового детского сада в микрорайоне Волгарь. Капитальные ремонты и оснащение зданий, пригодных для создания дополнительных мест для детей, обучающихся по программам дополнительного образования. Изменения носят социальный сугубый характер. В семи детских садах это ремонт кровли. Особо выявил последний ливень, поэтому приняты экстренные такие решения. Далее мы добились оплаты труда педагогических работников основной средней школы, кто участвовали в процедуре государственной аттестации. Также за счет перераспределения средств бюджета дополнительные деньги направят на обустройство контейнерных площадок, на восстановление воинских захоронений, на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса. Служба занятости дает возможность подросткам самим заработать на мороженое, велосипед или новый смартфон. Около 11 тысяч школьников Самарской области смогут подработать этим летом. Какие профессии в приоритете у молодежи и почему они решили трудиться, а не проводить беззаботное лето за компьютерными играми, узнала Мэри Элчан. Не для всех детей лето, пора отдыха и бесконечных игр на улице. Галли Ивановой всего 15, а она уже знает, что такое труд и собственные деньги. На стадионе «Чайка» девочка помогает с уборкой в здании и на поле. За две недели работы Галя получит около 6 тысяч рублей. Говорит, на карманные расходы в самый раз. У меня нет какой-то конкретной цели, на которую я коплю. Мне просто хочется иметь какую-то сумму, чтобы быть независимой. На базе стадиона «Чайка» трудятся четыре подростка. Их рабочий день начинается в 9 утра и заканчивается в обед. Территория у нас большая, более 4 гектаров. И работы в летний период, а именно летом, ребята трудоустраиваются, работают у нас очень много. Это и уборка, потому что у нас каждый день идут матчи футбольные. И, к сожалению, не все болельщики уносят за собой мусор или выбрасывают мусорки. Поэтому приходится в том числе и за ним убирать. С начала года в Самарской области трудоустроили свыше 7 тысяч подростков. Ребята работают по различным профессиям – от помощника библиотекаря и курьера до рабочих по преображению дворов, парков и скверов. Чего летом на одном месте сидеть? Лучше сходить куда-нибудь поработать. Хоть и в другой поселок тоже неплохо. То есть увидеть больше, чем свою комнату и свою улицу. На 2019-й запланировано устроить на работу около 11 тысяч человек. Это на треть больше, чем в 2018-м. В этом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова увеличено финансирование этого направления. Трудиться подростки смогут в крупнейших предприятиях региона, таких как АвтоВАЗ и РКЦ «Прогресс». А для того, чтобы это сделать, необходимо обратиться в органы по делам молодежи администрации своего района или в Центр занятости населения по месту регистрации. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. Владельцы недвижимости скоро получат уведомление об оплате налогов за 2018 год. Расчеты нужно будет произвести до 2 декабря. Есть два способа получения оповещения. Через личный кабинет на сайте налог.ру или по почте. Также можно прийти в налоговую и взять квитанцию там. Теперь собственники могут оплатить налоги заранее авансом через личный кабинет. Некоторым категориям граждан положены льготы. Они предоставляются пенсионерам, многодетным семьям и с января этого года лицам предпенсионного возраста. Если уведомление льготу не учтут, нужно напомнить о ней, и налог будет пересчитан. Важно и нужно узнать, есть ли у тебя долги, чтобы не попасть в неприятную историю в аэропорту, оказаться в одночасье невыездным. Сейчас эта тема достаточно популярная. Наверное, на федеральных каналах многие видят такие сюжеты. Полномочия судебного пристава достаточно широки, поэтому наши коллеги очень активно работают в этом направлении. Предпринимателям зеленый свет. В Самаре проходит цикл семинаров о господдержке малого и среднего бизнеса. Подробности выяснил наш корреспондент. Бизнес под ключ. В Самаре стартовала серия семинаров для предпринимателей. На них рассказывают, как государство поддерживает эти формы бизнеса. Представители администрации говорят, объемы господдержки предпринимателей растут. С этого года начал действовать национальный проект для развития малого и среднего бизнеса. Денег выделяется достаточно много и серьезные они и на уровне города, и на уровне области. Самое главное, целью вот этих вот мероприятий является освещение того, какие меры поддержки на уровне города, на уровне субъекта, на уровне федерального центра может предприниматель получить в форме имущественной поддержки, денежные средства. Помогают по-разному. Это и гранты до 350 тысяч рублей от администрации города на новый бизнес, и льготные кредиты от областных госорганизаций, и бесплатные консультации по проблемным вопросам, и многое другое. Предприниматели говорят, такая помощь крайне востребована. На все совещания, которые проводит наша администрация, присутствует всегда, как бы все касается лично нас, предпринимателей, чтобы быть в курсе, но больше, конечно, меня интересует это правовая тоже часть. Мы занимаемся выпуском книг, у нас рекламное агентство, сети парикмахерских. Администрация Октябрьского района постоянно посылает наших сотрудников на обучение пожарной безопасности, охрану труда, то есть достаточно серьезную правовую поддержку. Семинары для предпринимателей пройдут во всех районах Самары. В будущем они будут повторяться каждый квартал. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. В здоровом теле – здоровый дух. В одном из дворов Самарского района всех желающих местных жителей учили правильно дышать. Специалисты медцентра. В программе «Здоровье» есть и другие методики ЗОЖ. К физкультурному движению приобщился и Сергей Кизоркин. Вдох-выдох по 8 раз в 4 подходах. Пенсионер Нина Кульчихина в свои 70 осваивает новый вид физкультуры – дыхательную гимнастику. Наука дается легко, делится впечатлениями приверженец здорового образа жизни. Ведь нагрузки для нее – дело обычное. Днем скандинавская ходьба по набережной, вечером танцы. Теперь будет чем заняться и утром. Хочу поблагодарить, что хорошо. Вот я еще и завалясь с точки, соседей, бабушек приглашу. Ну, можно же и не только бабушек, всех желающих. Хорошо, очень понравилось. Дыхание стало легче. Все, а мне обязательно нужно заниматься. Думаю, ну куда идти. Все, мы решили вот в наши группы ходить каждый четверг. В Самарском районе в канун Дня физкультурника стартовал новый проект – гимнастика во дворе на Некрасовской 20. Специалисты медцентра по четвергам проводят цикл тренировок для оздоровления организма. Методики рассчитаны на людей преклонного возраста. Но и молодежь при желании тоже может поправить здоровье. Человек, значит, как выяснилось и дышит неправильно, поверхностно. Для того, чтобы человек был здоровый, кислород должен поступать во все части организма, тела. И вот для того, чтобы это было, нужно помочь организму, включить механизм. Это идет дыхательная гимнастика Стрельникова. Все, что мы знаем, все, что умеем, мы все покажем. Мы хотим, чтобы нация наша была здоровая, улыбающая и веселая. Для дыхательной гимнастики нужно не так уж и много, рассказали инструкторы. Свежий воздух, компания физкультурников и спортплощадка. В непогоду и в холода занятия на Некрасовской 20 будут проходить в спортзале по соседству. Государством уделяется очень большое внимание. Есть национальный проект, направленный как раз на увеличение людей, которые занимаются активным образом жизни. Мы поддержим этот проект с силами администрации, с силами центра и жителей. Мы благоустроили вот такой вот сквер и проводим занятия по дыхательной гимнастике. Я надеюсь, что эта традиция, это будет у нас такой хорошей, доброй традицией, которая будет продолжаться регулярно. И мы максимальное количество людей среднего и старшего возраста вовлечем вот в этот процесс. Дыхательная гимнастика для пенсионеров – это первый шаг к ЗОЖ. Научившись правильно дышать, специалисты медцентра готовы им предложить гимнастику для реабилитации движения рук, ног и гибкости позвоночника. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. 8 августа люди с разных уголков планеты традиционно отмечают Всемирный день кошек. Праздник, посвященный этим пушистым питомцам, появился в 2002 году. Любители хвостатых не только чествуют мурчащих домоседов, но и привлекают внимание к проблемам бездомных кошек. Если вы являетесь владельцем этих замечательных созданий или мечтаете завести четвероногого друга, у вас есть прекрасная возможность узнать о кошках больше на сайте телеканала «Самара ГИС». Наши журналисты подготовили для вас увлекательный тест в разделе «Спецпроекты». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!